Здравствуйте, садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим с вами о 10 важнейших этапах обработки теплицы и что будет, если вы этого не сделаете. Первое, что вам нужно сделать, это срезать ботву, вырвать ее с корнем. Почему с корнем? Потому что если вы этого не сделаете, корни останутся в земле, за зиму они не перегниют, и сажать новое растение вам просто будет некуда. Саму ботву, второе, вам нужно обязательно вынести за пределы участка, ни в коем случае не складывай в компостную кучу, потому что все болячки на них перейдут на новые растения по весне. Третье, обязательно вынести из теплицы все опоры для овощей, все подвязки, все, что у вас есть в теплице лишнего, все, что можно оттуда вынести, нужно убрать. Потому что если вы этого не сделаете, то все болезни, которые были на ваших помидорах, перцах, огурцах, они вернутся в следующем году. Четвертое, обязательно мойте теплицу изнутри и снаружи. Если вы этого не сделаете, в теплицу будет проникать мало света, и вашим растениям будет его очень сильно не хватать. Сделать это можно с использованием воды и обычного хозяйственного мыла. Берете, смешиваете это все, наливаете в ведро, берете тряпку и моете теплицу механически, рукой, изнутри, всю поверхность, также снаружи. Что касается мойки высокого давления, ее недостаточно. То есть после того, как вы помойте теплицу с мылом, вы можете все им смыть. Но если вы моете только им, то он не смоет тот налет, который образовался на теплице за время ее использования. После мойки теплицы обработайте ее изнутри зеленым мылом. Обрабатываем каркас и саму поверхность теплицы, поликарбоната, стекла или пленки парниковой. Если вы этого не сделаете, к вам очень быстро придут и мощнистая роса, и паутинный клещ, и вам придется экстренно спасать ваше растение. Обязательно нужно внести удобрение осенью. Если вы этого не сделаете, ваши растения будут ощущать дефицит питательных веществ и будут расти недостаточно быстро, а плоды не наливаться необходимыми соками. Поэтому делайте это именно осенью, чтобы за зиму перегной успел превратиться в полезный гумус. Обязательно нужно перекопать землю и дезинфицировать ее. Если вы этого не сделаете, то обязательно к вам придут опять те же самые болезни, например, фитофтора, может быть, корневая гниль, всякие грибки и так далее. Делаем это и защищаем наше растение от всех болезней. Я обычно дезинфицирую почву такими препаратами, как Привикур Энеджи, фитоспорин или фитоловин. Рекомендую вам установить опоры внутри теплицы для того, чтобы снег не проломил ее. Это на самом деле не так невозможно, как вам может показаться. Если вы думаете, что в теплице тепло и снег будет с нее сползать, на самом деле он к ней примерзает и проломить ее может очень легко. Поэтому обратите на это внимание и установите опоры под каждый свод вашей теплицы. В завершении обработки рекомендуем вам применить дымовую шашку. Но ни в коем случае не используйте в поликарбонатной металлической теплице с металлическим каркасом серную шашку. Она очень агрессивно относится к металлу. И после обработки наступит неминуемая коррозия. Поэтому только табачная шашка в теплицах с металлическим каркасом и поликарбонатом. Серная шашка подходит только для теплиц с деревянным каркасом и стеклом. Она работает очень эффективно. Нужна она для того, чтобы проникнуть в самые глубокие уголки, туда, куда мы не можем долезть тряпкой, рукой, и где может быть, опять же, споры плесени и также мучнистой росы или паутинного клеща. Финальным этапом заботы о нашей теплице мы с вами берем солому, укрываем грядки, чтобы там все активно перегнивало и образовывался питательный слой для нашей будущей рассады. А также заносим зимой снег на грядки, который растает весной и удобрит нашу грядку и увлажнит ее классной талой водой. И вы первыми приступите к посадке зелени, редиса, и потом выцедите рассаду помидор, перцев, баклажан, огурцов, ну и всего, чего пожелаете. Простые правила, немножко времени, и вы получите шикарный урожай. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забудьте про колокольчик и пишите ваш опыт в комментариях, что вы из этого делали и какой был результат. Желаем вам хорошего урожая.